Подробнее мы расспросим нашего следующего собеседника, это Юрий Игнат, спикер командования воздушных сил ВСУ Украины. Юрий, здравствуйте, спасибо большое, что нашли возможность присоединиться к нашему эфиру. Добрый вечер. Попросим вас подробнее рассказать о сегодняшнем обстреле, куда целились враги и откуда вылетели ракеты. Ну, враги целятся определенно по целям на территории Украины. В частности, их в основном интересуют оборонные предприятия, позиции вооруженных сил, само собой, транспортные, логистические развязки, нефтебазы, железнодорожные узлы и так далее. Ну, цель понятна, перебить нам логистику, перебить снабжение, особенно западным оружием, которое потихоньку приходит в наши войска. И, ну, собственно, в Киеве сегодня были зафиксированы вот эти вот удары. Ракеты, как мы видим, попали в гражданские дома, пострадали люди. И даже высокоточные ракеты, которыми является АШ-101, ракета, все-таки в густом населенном городе, где высотные здания, где развита хорошая инфраструктура, имеют высокий шанс попасть именно в гражданские здания, в жилые дома. Ну, враг, оккупанты российские этим не брезгуют. Им как бы все равно. Понятно, что большая вероятность, что по пути исследования ракета попадет в жилой дом. Но их это не останавливает и никуда не останавливает. В то же время, как вчерашние обстрелы, один из самых массовых ракетных обстрелов, так и сегодняшние сопровождались такими ракетами, как высокоскоростная ракета Х-22, это ракета еще советского производства, как оккупанты уже явно экономят. Те средства современные, которые есть на вооружении, которые стоят миллионы долларов, которые напичканы западными запчастями, то есть чипы, микросхемы производства Соединенных Штатов, Америки, Японии и других ведущих стран мира. И, собственно, они используют ракеты советского производства еще, но это не менее опасное смертоносное оружие. Такая ракета, как Х-22, имеет около тонны боевую часть и она способна преодолевать дистанцию в 600 километров. Для того, чтобы наносить удары такими ракетами по северным областям Украины, оккупанты специально передислоцировали на север Украины, в Россию, свои самолеты Ту-22М3 и наносят удары оттуда, непосредственно, из территории Беларуси. Ракета, она, как я уже говорил, смертоносная, несет заряд 960 килограмм взрывчатого вещества, но это не делает ее точной. Ее есть большой недостаток, это малая точность. Поэтому ракета часто не попадает в цель и часто, опять же, попадает в жилые массивы наших граждан. Юрий, я, во-первых, хочу поблагодарить вас за то, что вы по нашей просьбе перешли на русский язык. Я знаю, что вам это некомфортно и неудобно, вам как шикеру командование воздушных сил ВСУ Украины. Но для нас это важно, поскольку это проекты навещания, и во всем мире мы рассказываем людям о страшной войне, которую развязала Россия в Украине, и для той 200-миллионной аудитории, которая понимает русский язык. Поэтому спасибо вам за это. Второе мое уточнение, вы сказали о стоимости, о том, что миллионы долларов стоят эти ракеты. Мы можем приблизительно его цифры назвать, вот для той аудитории, чтобы люди понимали, сколько стоил вот этот обстрел, чтобы сопоставили, сколько можно было построить школ за эти деньги у себя там в стране, вместо того, чтобы убивать украинцев. Вот ракеты «Калибр», которыми обстреливают Украину очень часто, с акватории Чебного моря, с подводных лодок, с надземных кораблей, вот такая ракета одна, около 5 миллионов долларов и выше. Мы же не знаем точно, и мы можем только предполагать, понимая, сколько это может стоить. Ну, ракеты советского производства, они тоже стоят деньги, но, правда, там достаточная стоимость. То есть, когда она покупалась еще там в рублях советских, скорее всего, то есть, ну, мы сейчас не можем говорить, но это тоже оружие, оно тоже стоит немало. Ну, ракета Х-101, а ее ядерная часть, это ядерное название с ядерным зарядом, это Х-102. Эти ракеты самые дорогие на сегодняшний день в России. Ну, мы не берем там кинжал, которых там не так и много, но они тоже применялись по нашей территории. Вот, и мы берем, если вот это Х-101, то там от 5 миллионов и выше. Ну, если в суммарной, если верить данным Пентагона, если, ну, мы верим, естественно, разведкам, потому что тысячи ракет полетело в нашу сторону. Тысячи, тысячи самых разных ракет. То есть, если мы говорим о крылатых ракетах, это одно, говорим оперативно-тактические комплексы, такие как Искандер, вот ракеты класса Х-современные, это миллиарды долларов. Миллиарды долларов ушло просто в никуда, в убийство. Убийство таких же, как они говорят, братских народов, братского своего народа. Это нужно понимать, что Россия и Украина, это же, ну, да я почти не знаю таких людей, почти не знаю таких людей, у которых нет родственников, каких-то там дальних. К сожалению, оборвалась связь, но мы сейчас попробуем оперативно восстановить. Зададим еще, да, по возможности, вопросы. Да, Юрий, мы вас видим, слышим. Хорошо. Да. Так, ну вот давайте еще одно уточнение. Вы говорили о том, что Россия сейчас передислоцирует свои установки и стреляет с других мест. Расскажите более подробно о географии, откуда стреляют, и на фоне вот этих вот визитов и встреч Лукашенко с Путиным, увеличивается ли количество ракет, которые вылетают из Беларуси? И вот один такой нюанс, если они вылетают из Беларуси, их запускают белорусы или россияне? Ну, нет, безусловно, их запускают россияне, если так начнем с этого ответа. Но территория Беларуси с первого же дня вторжения полномасштабного, 24 февраля, используется активно войсками России. Обстрелы, ракеты, вы же видите, по тревогам, тревоги звучат несколько раз в день по всей территории Украины, и обстреливают они нас со всей территории, которая с нами, в принципе, граничит. Это акватория Черного моря, акватория Каспийского моря, откуда работают Ту-95 и Ту-160 стратегические бомбардировщики. Впервые Ту-22М3, о которых мы с вами говорили, которые запускают по нам ракету Х-22, с 600 километров дальностью, как я уже говорил, они впервые применили эти площадки, эти платформы Ту-22М3 с территории Беларуси. Раньше такого не было. Они раньше запускали эти ракеты по южным нашим регионам, с акватории Черного моря, с Ростовской области, откуда они постоянно брали боевые курсы. Сейчас же мы видим, что Беларусь дает все свои площадки для того, чтобы Россия наносила удары. Это военные аэродромы, в частности, это позиции в воинских частях, где расположены Искандеры, где расположены точка У и другие средства поражения. Также зенитно-ракетные комплексы, которые у России на вооружении, и уже достаточно таких комплексов множества на территории оккупированной, временно оккупированной территории расположила Россия. Там вот ГУКов, всех модификаций, там Панцирь, ТОР, С-300, С-400 и так далее. То есть стреляют они постоянно, стреляют каждый день. Единственное, что да, есть моменты, когда идет интенсивность стрелов. Ну, связывает ли это с какими-то политическими событиями, которые идут на мировой арене. То есть, либо это же Семь встреча, саммит, либо же это встреча двух диктаторов. Ну, может и можно, но повторюсь, что ракеты очень дорогие. Задачи у них вырисовываются высокие. У оккупантов они хотят, первое, это что бьют по путям снабжения нас, западным вооружением, по нашей логистике. Им нужно перебить нам, так сказать, вот эту пуповину. И задачи очевидны. А вот, Юрий, скажите, пожалуйста, те системы противовоздушной обороны, которые имеются в наличии и работают в Украине, дают ли они возможность сбивать все ракеты? Безусловно, что мы делаем все, даже больше. Мы, имея в арсенале воздушные силы, имею в виду вооруженных сил Украины, имея в арсенале оружие от 70-х, 80-х годов, боремся с оружием, которое выпущено буквально несколько лет назад, недавно, с западными технологиями, то есть западные чипы, микросхемы, как я уже говорил, в ракетах высокотехнологичных, которые летят практически в радиус 10 метров, попадает такая ракета, которая преодолевает дистанцию 5500 километров, между прочим, Х-101, и летит вот фактически в яблочко. Мы своим вооружением с помощью зенитных ракетных комплексов, с помощью переносных зенитных ракетных комплексов, ППО сухопутных войск, десантно-штурмовых войск тоже работает у нас неплохо. Мы боремся со всем, что летает. То есть основная наша задача – это сбивать воздушные цели, такие как самолеты, вертолеты, беспилотный летальный аппарат. Но, исходя из того, что произошло у нас, исходя из того, что у нас есть, мы уничтожаем еще и ракеты противника. Но ракеты разные. Ракеты бывают нескольких типов, многие пробуют анализировать, делать экспертную оценку. Есть РСЗО, во-первых, это «Град ураган», это тоже ракеты, тоже воздушная тревога объявляется, когда они летят, но не летят с маленькой короткой дистанции. Потом есть ракеты оперативно-тактических комплексов «Искандер.у», которые летят по баллистике, по другой траектории совсем. Есть ракеты скоростные, о которых я говорил, это Х-22 «Советская», либо новые, это «Бастион», ракеты «Ониксы», которые летят с берегового оперативно-тактического комплекса «Дастион», а также ракеты «Крылатые», это «Калибр» и все ракеты типа «Ха», то есть «Ха-55», «Ха-555», «30-я серия» и «Ха-101». Эти ракеты летят со скоростью 800 км в час и их легче сбить, чем те, которые я перечислил выше. Поэтому наша противовоздушная оборона старается все, что возможно. Больше всего, конечно, сбивают крылатые ракеты, потому что цель, очевидно, такая, что ее легче все-таки сбить, чем тот же «Искандер» и тут же ракету «Ха-22». И все. Юрий, будем вас благодарить. Да, спасибо большое, во-первых, за ваше включение, а во-вторых, в вашем лице хотим поблагодарить все вооруженные силы Украины за то, что вы делаете. Низкий поклон всем нашим защитникам и защитницам. Спасибо большое. Да, это правда. Как вы и сказали, делаем все, что можем и даже больше. Мы вам благодарны за это. Юрий Игнат, спикер командования воздушных сил ВСУ Украины был с нами на связи. Движемся дальше.